доброе утро друзья варим сегодня простую рисовую кашку взяла большую чашку риса продолговатого хорошо ее промыла рис когда промываем обязательно перетираем его в воде руками чтобы снять с него вот эту нехорошую пыльцу промыла рис положила в кастрюльку добавила три с половиной чашки воды сейчас посолю чашки были чашка была большая где-то примерно грамм 350 соли ну вот где-то две трети к чайной ложке сейчас рис закипит под крышечку на самом маленьком огне будет вариться рис обычно получается вкусный нежный сочный рассыпчатый рис закипел подкрутила огонь на самый маленький и сейчас проварится без крышки вот так водичка будет испаряться буду пока мешать его потом водичка испариться прикрою крышкой рис проварился минут десять вот так он поднялся уже к верху из воды его стало вот видно помешаю и прикрою крышечкой так он будет вариться до самой готовности рис проварился еще минут 10 под крышкой вот остались такие как бы вулканчики уже идут из воды с рисом прикрываю крышечкой и выключаю рис так дойдет сам по себе если хотите на этом этапе можно было бросить масло положить яйцо можно прикрыть полотенцем кастрюлечку для тепла все рис сейчас минут десять постоит минут десять пятнадцать и будет полностью готов сварила сбор трав пью траву растворяю камень желчным до войны камень был 19 миллиметров до войны камень был 19 миллиметров три месяца его растворяла вот надо еще три месяца пить травы осталось где-то неделя на 2 часа вам покажу какой это сбор это собрала его бабка травница травница третьем поколении жила живет надеюсь в харьковской области дубатинское направлении село забыла вот такие травы травы со всего советского союза еще откуда-то может быть сейчас я немножечко покажу как они выглядят здесь и травы и ягодки и цветочки и лепестки и корешки и и всякое 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 вот травница очень надежная вылечивает у наших знакомых вылечила рубцы на легких легкие стали чистые новые еще много болезней вылечила у знакомых помогает продолжая операцию даже надо делать она возвращает здоровье травами дай бог ей здоровья светлана вот так кашка настоялась настояла минут 15 посмотрим какая она получилась какая как всегда вот такой рис очень нежный сочный может не сильно рассыпчатый вкусный одной рукой неудобно набирать котлет приятного всем аппетита друзья